Салтыков Сергей Ну, чтобы поговорить о том как, надо, наверное, спросить зачем. Зачем нужно расслабляться? Если речь идет про парные танцы, при зажатых жестких руках ваш партнер будет испытывать дискомфорт. Вы будете его дергать. При зажатом корпусе вы не будете пластичны, у вас не будет мягкости в движениях. Вы не сможете разделить верх и низ, сделать скручивание. При зажатых ногах вы будете в меньшем балансе. Ну, и вообще, поскольку парные танцы импровизационные ассоциируются с расслаблением, с отдыхом, то расслабляться, будучи зажатым, ну, просто, наверное, как-то глупо. Поэтому давайте вернемся к вопросу, как расслабиться в парных импровизационных танцах. Я выделяю три зажима. Физически, когда у вас от природы жесткие мышцы. Психологически, когда у вас есть какие-то внутренние установки. Ну, допустим, вам в детстве родители часто говорили, вот у тебя руки не из того места растут. У вас действительно падали ложки, чашки. Они вам говорили, и ноги у тебя не оттуда растут, и вообще ты танцором никогда не будешь. И где-то это у вас вот внутри сидит, и мешая собственной уверенности. И третье – это психофизические причины, поскольку, ну, по большому счету, не бывает только мышечного зажима или только психического. Это все-таки комбинированные. Это и то, и другое. Ну, давайте поговорим сначала про первое – про зажим физически. Иногда действительно бывает, что человек, расслабленный от природы внутренне, имеет жесткие мышцы. Как быть в этом случае? Самое простое – это найти хорошего массажиста. То есть, когда вас массируют, искусственно, без ваших личных усилий, ваши мышцы расслабляют, и вы стараетесь ловить вот это вот состояние расслабленных мышц. Не на самом сеансе, а после него, на следующий день, и потихонечку его в себе культивировать. Можно пойти на занятие йогой, где, принимая ту или иную асану, вас заставляют дышать определенным образом, и опять же расслаблять ваши мышцы, сочленения. Кроме того, всегда в конце йоги есть практика контролируемого расслабления, шавасана. То есть, вы расслабляете отдельно левую руку, отдельно правую руку, отдельно ногу, пальцы на руке. Это хорошо, это работает. Если говорить применительно к танцам и применительно к собственной, к индивидуальной работе, домашней, я бы мог вам предложить следующее упражнение. Упражнение все равно связанное так или иначе с дыханием. Если вы чувствуете свое тело как единый такой жесткий кусок, танцевать вам будет сложно. Нужно поучиться дышать низом. Поскольку у нас низ, поясничный отдел достаточно подвижный, здесь нет ребер, нужно научиться им выдыхать, не трогая при этом вверх. Выдох. Это непросто, но потренируясь неделю-две, получится. Получится. Затем нужно научиться дышать верхом. Расслабляй свой верх, не трогая при этом низ. Поиграть с этим. Низ, выдохнуть, вверх. Выдохнуть. Низ, вверх, низ, вверх. Середина, как вариант. И чувствуя отделы своего тела, научившись их расслаблять по частям, вы потихонечку придете к тому, что у вас будут получаться волны. Можно поиграться в более интересные игры. Поделить себя не только горизонтально, поделить себя вертикально. На правую и левую стороны. И попробовать вдохнуть правой грудью. Надуть ее. Выдохнуть. Только левую грудь. Опять же. Выдохнуть. Поделать изоляцию. То есть, смягчить колени. Постараться выключить из движения низ. Подвигать только вверхом. Влево. Вправо. Вперед. Назад. И потихонечку вы будете чувствовать разные отделы своего тела. Правую грудь, левую грудь, низ, вверх. У вас появится свобода в этом куске мяса. Появится пластика. Второе. Психологические проблемы. Они бывают совершенно разные. Большинство, естественно, идет из детства. Можно попробовать с ними поразбираться самостоятельно. Можно попробовать поразбираться с квалифицированным специалистом. С психологом. В основном. Они связаны с неверием в себя. В то, что у вас получится. Друзья, хочу сказать. У вас получится все. Люди очень часто, закончив школу, закончив институт, начинают учить иностранный язык. Начинают учиться водить автомобиль. В общем-то, если у вас хороший инструктор, вы учитесь достаточно уверенно, достаточно легко. Может быть, великим гонщиком вы не станете, но автомобиль водить вы научитесь. Вождение партнера в танце, в общем-то, не отличается от вождения автомобиля. Нужно выучить определенные правила, применять их. Да, может быть, вы не станете чемпионом мира, но танцевать на хорошем среднем уровне вы научитесь. Нужно просто найти квалифицированные инструкторы. Поэтому вот некий внутренний страх, зажим, что у меня это не получится, оставьте сразу. А совет по поводу, как расслабиться в танце. Вот этот вот внутренний психологический зажим нужно решать следующим образом. Нужно начать делать те вещи, которые вы боитесь делать. Стесняетесь, это я сейчас про мужчин, подойти, познакомиться. Значит, нужно заставлять себя это делать. Два раза в день, как на работу, подходить к девушкам, пытаться с ними познакомиться, взять у них телефон. Я сейчас не учу пикапу. Внимание, я просто учу преодолевать свои внутренние барьеры. Если вам всегда было страшно общение, скажем, с лошадьми, нужно записаться в школу верховой езды. Если вы никогда не могли прыгнуть с парашютом, нужно это сделать. То есть нужно преодолеть себя. В одном, в другом, в третьем. Нужно понять, что я это смогу сделать. Это помогает расслабиться. Тогда пойти на танцы, пригласить кого-то для вас будет несложно. Нужно посмотреть себя со стороны. Нужно сделать фотографии, несколько своих видео. Посмотреть, как вы ходите, как вы стоите, как вы смотрите. Дело в том, что человеческое тело – это отпечаток, это проявление его внутреннего состояния. Если вы всё время вот в таком положении, ходите, опустив глаза вниз, нужно стараться ходить, поднимая глаза наверх. Встречаться взглядом с прохожими. Не пялись на них, потому что это, в принципе, воспринимается не всегда хорошо, как вызов. Но встретиться глазами и отвести взгляд. Встретиться и отвести. Когда вы начинаете культивировать в себе такие вот начальственные позы, взгляд наверх, у вас появляется другое ощущение себя. Появляется уверенность. Можно представить себя самой большой обезьяной в стаде. Можно представить себя тем, кем вы хотите стать, каким-то своим идеалом, актёром, танцором, чемпионом. Но вот это вот состояние прямое, уверенный взгляд перед собой надо в себе покультивировать. В общем-то, можно попытаться, опять же, поработать с дыханием. Понаполнять себя энергией, подышать по треугольнику. По треугольнику это значит делать вдох на пять счётов. Задержку дыхания на пять счётов, выдох так. Можно подышать по квадрату. Вдох на пять счётов, задержку на пять. Выдох, задержку на пять. Можно представлять себя великаном. Идёте вы в метро, представляете, что вы громадные, люди всё-таки маленькие, там ходят маленькие, а я такой большой. То есть приёмов существует много. Нужно попытаться расслабиться, заглянуть в своё детство, понять, что послужило причиной вашей неуверенности в себе тогда. И понять, что прошлого не существует. Если вы будете всё время оглядываться на прошлое и вспоминать себя того неуверенного, то у вас не будет будущего, уверенного будущего. Прошлого не существует. Существует настоящее. Настоящее – это то, как вы себя видите сейчас, каким вы себя представляете. И вот это ощущение уверенного человека, которому несложно сделать это, 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 который не боится, его надо в себе культивировать. Но, по большому счёту, не бывает только физических проблем, не бывает только зажатых таких мышц, не бывает только психологических проблем. Скорее всего, они комбинированные, психофизические проблемы. И, соответственно, их нужно решать комплексно. То есть, нужно работать с телом, пойти на классы йоги, заняться дыханием, и нужно работать над психологией. Нужно пытаться расслабиться, делая вот подобные упражнения дыхательные самому, ходить, культивировать свой взгляд. Либо, позвонив в какую-то танцевальную студию, одну, вторую, третью, и поговорив с преподавателем по телефону, поняв, можете вы довериться этому человеку или нет, пообщаться с ним на предмет того, что вот вам очень хочется танцевать, но вы стесняетесь прийти в студию, вы стесняетесь взять человека за руки. Может быть, он что-то вам посоветует. Есть ещё один секретный приём. Я его проходил, но увлекаться им не следует. Можно дома, чтобы вас никто не видел. Взять бокал хорошего вина. Можно два. Выпить и попытаться вот в этом расслабленном состоянии подвигаться. Когда вы искусственно себя расслабляете, вы пытаетесь запомнить вот эти вот ощущения более лёгких мышц, более расслабленных. И потом его в себе культивировать уже на занятии. Но приёмом этим увлекаться не следует. То есть мы специально вводим себя в такое вот некое трансовое состояние алкоголем, поскольку нет возможности расслабиться с сознательным усилием. Но потом его нужно стараться достигать без алкоголя, поскольку всё-таки это упражнение. Ну и в завершение хочу сказать, что лично мне помогло расслабиться. Я много лет занимался бальными танцами, а бальные танцы – это постоянная гонка. Это конкурсы, тренировки, уроки. Конкурсы, тренировки, уроки. Это постоянный напряг. И когда я заканчивал свою бальную карьеру, последние несколько лет я параллельно занимался бальными танцами и джазом. И вот когда я принял решение оставить спортивную карьеру, у меня появилось время для того, чтобы осмыслить то, что я делаю. Вот когда прекратилась эта гонка, я получил возможность отдохнуть, думать. Вот это мне помогло расслабиться, потому что никакие уроки с преподавателями, никакие вот эти вот дыхательные техники, они не давали результата, пока постоянно нужно было соревноваться, 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 бороться. И вот лично мне уроки джаза и некая остановка на пути, перерыв в моей танцевальной карьере, переключение, плюс, естественно, те упражнения, которые я вам советовал, помогли расслабиться. Ищите свой способ и будьте расслаблены в танце. Друзья, если у вас есть вопросы, и вы бы хотели получить на них ответы в следующих выпусках, пишите, оставляйте их в комментариях.